Добрый день. Сегодня наша презентация называется «Оптимизация параметров плотин ГЭС». Причем ГЭС мы будем рассматривать комплексного назначения. В этом случае задача становится многокритериальной. Вот основные критерии, которые в этом случае играют какую-то роль, представлены на этом слайде. Первый критерий – это критерий энергетической эффективности ГЭС. Он представляет собой удельный расход воды, который необходимо затратить на того, чтобы получить 1 кВт-час электроэнергии. Этот критерий, как показано на первой строчке, он обратно пропорциональной высоты плотины. Естественно, что мы желаем, чтобы у нас был минимум расход на выработку электроэнергии. Второй критерий – это степень обсвоения общих энергетических ресурсов. Он представляет собой отношение мощности ГЭС, которые мы построили на этой станции, к той общей мощности реки, которая имеет место. Естественно, в этом случае уже имеет смысл максимизация этого критерия. Ну, наконец, потери воды на испарении. Понятно, что это, в общем-то, непроизводительные потери, и чем меньше они, тем лучше. И в этом случае для энергетики это опять играет роль минимизации этого критерия. Экологический критерий – это затопление территории. Понятно, что, в общем-то, и сегодня, и всегда этот фактор затопления территории негативный. И поэтому отношение объема испарения к общему объему должно быть минимальным. И опять, вот если посмотреть на этом слайде, все эти критерии практически обратно пропорциональны напору плотины или высоте плотины. Вот на этом слайде приведены три примера, которые, в общем-то, мы рассчитали по предыдущим слайдам. Эти примеры – три ГЭС, Нурекская ГЭС, Калякумская ГЭС и Коксарайское водохранилище с разной мощностью от 3000 мегаватт до нуля практически, с разной высотой плотин от 300 метров до 7 метров, с разным объемом водохранилища и с разной площадью затопления водохранилища. Критерии, которые посчитаны по тем формулам, которые приведены выше, они приведены в нижних трех строчках. И видно, что удельный расход колеблется от 1,3 кубометра на киловатт-час на Нурекской ГЭС до 52 кубометров на киловатт-час до Коксарайского водохранилища. Но Коксарайское водохранилище не имеет ГЭС, это просто расчет на тот случай, если ГЭС там кто-то задумает построить. То же самое в отношении испарения, по отношению к объему водохранилища. Для Нурека это 1%, для Коксарая это 18%, кайроком промежуточное значение. И удельная площадь затопления, она тоже в 20 раз меняется. Все видно, что все правильно. Чем больше у нас высота плотины, чем больше напор, тем лучше все эти критерии. Теперь по поводу размещения ГЭС, оптимизации их размещения. Как мы уже получили из предыдущего анализа, получается, нам важен тот напор, который мы используем для производства гидроэнергии. Но ведь можно этот напор подхватить и одной ГЭС, вот как показано на этом слайде. Или можно построить нескольких ГЭС, где вот на этом слайде мы всего две ГЭС построили. Но их может быть три, четыре и Н. И в этом случае общий напор будет один и тот же. То есть и выработка электроэнергии тоже будет одна и та же. Поэтому интересная задача посмотреть, что же является более оптимальным. Вот на этом слайде показаны расчеты этой задачи, которые выполнены при условии подобия плотин. А то, что плотины все подобны, это, в общем-то, совершенно понятно из самых общих соображений. Это призма перевернутая. И, значит, если взять объем, то объем будет пропорционален кубу любого линейного размера. В данном случае мы можем взять в виде этого линейного размера напор плотины. И получается, что если мы построим Н плотин, высота каждой из них будет меньше в Н раз, чем общая высота. То есть, то объем, который необходимо вложить в эти плотины, будет в Н куб раз меньше объема одной плотины. То есть, уменьшив объем плотины, увеличив их количество, мы очень существенно выигрываем в объеме. Объем плотины – это объем работ и, естественно, стоимость этих плотин. Но так как для того, чтобы у нас подхватить весь напор, в данном случае Н плотин, когда у нас нужно Н плотин этих построить, то получается, что в итоге общий объем будет в квадрате, в Н в квадрате раз меньше, чем объем одной плотины. Это очень существенная величина. Вот как показано на этом графике, хотя это формула очень простая, видно, что при количестве ступеней 5 мы в 25 раз выигрываем в объеме, соответственно, в сроках, соответственно, в стоимости. Теперь критерий экологическое – это затопление территорий. Опять-таки, если провести такие же рассуждения, то у нас уже площадь пропорциональна не как объем кубу характерного размера на площадь и высоте, а квадрату. Отсюда получается, вот расчет приведен на этом слайде, что у нас при разбиении общего падения напора на реке на Н ступеней, мы получаем выигрыш в Н раз общая площадь затопления для Н плотин будет в Н раз меньше, чем площадь затопления одной большой плотины. Но есть еще остается требование ирригации. Ирригация – это создание регулирующих емкостей, мощностей, которые, в общем-то, обеспечивают нам потребности в вегетационный период в ирригации. И в этом случае у нас расчет необходимых емкостей может быть проведен по формуле, приведенном на этом слайде. То есть общая высота перепада на всех реках данного бассейна, деленная на условную высоту плотину, которую мы принимаем, умноженной на объем одного водохранилища, мы получаем общий объем водохранилища. Потребности в ирригации определяются самой ирригацией. И вот результаты расчетов, приведенные ниже, показывают, что для бассейна реки Вахш, который состоит из трех рек Вахш, Абехенгол, Сурхоп, для создания в бассейне необходимой для ирригации емкости, это от 24 до 43 кубометров, достаточно высота плотин 95 и терет 135 метров. То есть ни о каких 300 метрах речи не идет. Причем 24 кубических километра – это порядка 90% обеспеченности ирригации, 43 – это 100% обеспеченность, она вообще на практике никогда не требуется. Поэтому, в принципе, вот этот расчет показывает, что оптимальная высота для ирригации получается около 100 метров. Но еще вопрос, еще раз о минимизации всех этих критериев. Вот высота плотины, как мы ниже посмотрели, без учета ирригации, чем, в общем-то, меньше, тем лучше. Но есть же какие-то пределы. И такое ограничение, оно, в общем-то, имеет место и определяется строительным периодом. Для того, чтобы построить любую плотину, нужно осушить котлован, огородив для этого участок реки перемичками верховой и низовой, пропустить строительные расходы и спокойно, в общем-то, возводить там плотину. Строительные расходы, они пропускаются через туннели. Расчеты их производятся вот по формуле, показанной на этом слайде. Отсюда можно обратным ходом получить высоту строительных перемычек, которые обеспечивают пропуск необходимых нам строительных расходов. Расчет по этой формуле для сечения туннеля 100 квадратных метров – это современные, в общем-то, хорошо пройденные туннели. Больше сечения, наверное, не применяется. И мы получаем, что в зависимости от расхода реки, от 1000 до 4000 кубических метров в секунду, высота плотины, которая необходима для того, чтобы начать строить нам с учетом перемычек, опять-таки у нас получается не более 100 метров. Таким образом, общий вывод, что те высокие плотины, которые построились в Таджикистане, в Киргизии, и которые планируются до сих пор в строительстве, они, в общем-то, не определяются никакими критериями. Наверное, это были какие-то политические решения. Вот на последнем слайде привел мировой опыт. Для сравнения взяты две страны – Таджикистан и Норвегия. Они очень похожи по своим показателям, связанным с гидроэнергетикой, близки друг к другу, и находятся, в общем-то, в первой пятерке стран, максимально владеющих этими ресурсами. Так вот, если взять Таджикистан, то там плотины – Нурекская, Рагунская, Достежунская, мощность 3, 3600-4000 мегаватт. Плотины высотой 300 метров и даже 330 метров. Объем водохранилищ – 10 и даже 13 кубических километров. Самые большие значения выделены здесь красным. В то же время Норвегия, где построено больше 1800 гидроэлектростанций, мощностью больше 1,15, там станции, имеет мощность более 50 мегаватт. Плотин свыше 250. Причем максимальные мощности ГЭС в Норвегии – это 1240, следующие – 1120. И остальные уже пятая, шестая – 500 и меньше мегаватт. Максимальное водохранилище. Если, я говорю, в Таджикистане 10-13, то максимальное водохранилище в Норвегии – 3500 и дальше меньше. И уже пятая, шестая – меньше 1000 кубических километров. Это показывает, что и мировой опыт подтверждает вот те расчеты, которые мы сделали. Не нужно гоняться за какими-то гигантскими верховыми плотинами. Они должны быть оптимальны как с точки зрения получения необходимого результата, так и с точки зрения стоимости. Продолжение следует...